привет друзья с вами владимир чайкин и мы снова в походе на самом деле мы уже прошли половину нашего пути у нас сегодня такой легенький трекинг километров на 10 прошли мы наверное уже километров 5 а походим мы сегодня в кемерских болотах поход по болотам многие чураются болот думает ой страшно утону сразу попаду в трясину там не знаю водяной леший меня утащит под под воду но на самом деле болото это очень интересное место где можно наблюдать кучу всяких птиц зверей и просто природных явлений которые не встретишь каких-то других местах на самом деле это уже наш второй поход в это место в эти болота после норвегии мы вернулись из норвегии нам буквально сразу захотелось в лес и мы через дня два наверное уже ломанулись в поход но короче беда такая что из норвегии видимо мы привезли с собой плохую погоду и как только мы вышли на маршрут пошел дождь я думаю вы запомнили что так начинается практически все видео из норвегии и непогоду мы привезли с собой так что наверное это видео мы выкладывать не будем там где дождь идет посмотрите лучше это ну может некоторые кусочки из того похода дождливого мы выложим и вставим видео поход на этот затеяли для того чтобы поготовить это будет такой кулинарный поход можете опять писать в комментариях что мы тащим с собой не знаю слона навертили но в этот раз это правда у нас поход на два дня и рюкзак мой весит примерно столько же сколько он весил в норвегии где мы шли 12 дней потому что мы тащим кучищу продуктов кучищу но на самом деле у нас такое мнение что когда ты идешь в поход выходного дня то блин ты можешь унести с собой все что хочешь хоть не знаю хоть а щитра целого утащи огромного хоть не знаю быка потому что ну блин потерпеть можно эти там несколько километров пока ты идешь и выжить потому что ты знаешь что через день ты вернешься домой и будешь лежать на диване поэтому мне кажется что тяжелый рюкзак в походе выходного дня это даже хорошо это тебя тренируют перед большими походами ты не раскисаешь и привыкаешь к тяжелому весу ну для тех кто носит тяжелый вес легкоходом это не актуально ну плюс мы сегодня тащим много всякого стекла и не нужного потому что у нас собственно не было времени собраться мы знали до последнего пойдем ли мы куда-то или не пойдем поэтому в конце просто за какие-то полчаса похватали все с кухни наверняка забыли что то потому что собирались реально в спешке собрались в последний буквально минут за десять собрались убежали вот к нам скажи что у нас настроение осеннее мы дома готовим типа пироги с тыквой и всякие да да у нас ну ты это уже сказала почему мы должны говорить почему мы должны вырезать твои фразы да у нас осеннее настроение осеннее настроение мы готовим сейчас середина сентября потому что мы не знаем когда мы будем выкладывать это видео сейчас середина сентября и выдались очень теплые денечки вот 3 3 дня уже стоит такая теплая погода мы ходим в майках градусов больше двадцати наверно даже ну двадцать точно есть конечно с утра уже так выпадает роса и так ночью тоже зябка но днем реально по летнему большого количества комаров уже нету их мало но они все зверевшие да они видимо пытаются напиться последней крови но не так как летом конечно и поэтому на болоте сейчас вообще шикарно видите сижу никто меня не ест особо ну теперь по жизни никто не да меня кусают только клещи короче меня комары не кусают но блин клещи если в лесу есть клещ он меня укусит за мою жизнь я наверное клещ укусил раз блин тысячу без шуток за этот сезон мне уже раза четыре наверно укусили а бывают сезоны когда меня по 15 клещей кусает в этом сезоне мы просто стараемся как-то найти какие-то такие стоянки на которых нет растительности потому что мы уже знаем что вову обязательно укусит клещ и обычно вечерами мы проверяемся и его кусают чаще всего за ноги и у него бывает там по пять на двух ногах размещены и какие-то обязательно дико-дико микро клещи дети клещи обожают вову причем меня вообще не едят причем если в поход идет группа никого из группы не кусают кусают меня обязательно просто ни одного человека не кусают там не знаю идешь неделю в походе меня каждый день кусает клещ и там не знаю 10 человек группа никого больше не кусает ну я не знаю чем я их маню если есть какие-то биологи было бы узнать интересно да конечно почему я им так нравлюсь при этом комары меня не кусают меня кусают а таню наоборот вот кусают комары ну пусть лучше так от комаров нашей нашей климатической зоне не подохнешь от клеща можешь у меня уже была болезнь лайма все херня это было уже со мной случилось ничего я выжил и слава богу это не был кстати случай по моему когда тебя не укусил клеща укусил нашего товарища товарищ ужасно боялся что его укусят клещи и когда мы делали какие-то переходы через черничники то есть нам надо было там ломануться через лес чтобы выйти к дороге мы там как-то заплутали то ли не знаю то ли хотели просто черники поесть в общем он заправлял штаны в носки там делку мы ничего такого не делаем никакой защиты мы не пшикаемся там какими-то супер средствами не заправляем там штаны в ботинки и в общем с утра после ночевки он проснулся и осознал что клещ укусил его в нос от судьбы не уйдешь короче поэтому мы ничего такого не делаем ничего там не заправляем не мажемся ничем хотя есть одна штука которая насекомых помогает очень-очень хорошо ну мы про нее с ними я думаю про клещей мы еще тоже снимку это отдельное видео чтобы не трепаться зря да снимем когда надо будет делать прививку чтобы это было актуально и все поспели да не то прививку лучше делать зимой и вот мы вырвали этот отличный осенний денек теплый чтобы не прозевать осень а не то бывает так что блин спохватываешься когда уже осень закончилась начинается уже какая-то зима не знаю дождь со снегом и осень ты проворонил обычно как-то у нас так случается а вот сейчас мы просто идем наслаждаемся еще и тепло и уже как бы и осень листья падают и лес такой осенний приятный идти намного приятнее чем летом потому что летом было у нас очень очень жарко до 30 градусов сейчас вообще так тепло но при этом прохладный такой ветерок вообще супер комфортно не ощущаешь никакую температуру а это значит что она идеально ну и болото болото это блин кайфовая среда я вам скажу ребята если вы конечно там не ломитесь на него через напрямик там через топе проваливаясь по шею а так по краю болота погулять вообще шикарно тем более у нас тут трекинговая тропа и все дела очень прикольно очень много и ягод и грибов на удивление я думал уже кончились все в сентябре ну хотя не в сентябре еще наверно все есть бабки уходят блин полные котомки везут с горкой грибов но мы не собираем мы блин в норвегии наелись так грибов что наверное до следующего года баста с ними не будем жрать да и наши грибы по сравнению с норвежскими как какие-то трухлявые старички выглядят и в норвегии очень твердые грибы блин ни одного червя ни одного слизняка там нет наверно холодно для средних слизняков поэтому наверно там их не водится а здесь да ну дождями подмывают грибы но уже и 8 все-таки конец наверное сезона грибного ягод дофига вот клюковка растет болотная про клюкву наверно еще снимали ничего ну я не знаю будет какое-то видео наверно про ягода отдельно что еще будет расти на болоте клюкву и растет не угостил простите угощаю вкусные слушать клюква сладкая созрела можно даже собрать мне лень пусть бабки собирают ягоды нам лень что еще вам рассказать про болото блин да не бойтесь болоту кайфовое место реально у нас есть еще в латвии такое блин как вам сказать то такая тропа по болотам короче ее создали как они называются эти люди ее создали шведский круг нет не шесть ее создали чуваки короче которые за птицами наблюдают орнитологи во и там какие-то супер гнездовья птиц и в общем ну на нее наверное мы тоже когда-нибудь сходим покажем вам она не особо походная но на пикничок какой-то можно выехать многие как-то ее любят ходить туда каждый в общем он интересно туда сходить действительно очень прикольно посмотреть на болото если вы тем более не были никогда а кемерское болото вот на котором мы сейчас находимся не знаю там наверно сзади пейзаж не очень болотный на самом деле здесь она идет до горизонта и одно из самых больших в европе и очень крутое и его даже заценил шведский король и подарил как называется мосточки по болоту проложил ну не знаю как он подарил это наверно выделил кто дерево прислал латвию рабочих чтобы они построили эти мосточки чтобы люди могли наслаждаться может просто монеты выдал постройки да может не знаю ну короче эти мосточки намутил для латвии шведский король вот в чем в мы ждем завтра людей сейчас мы идем в поход вдвоем ну сегодня наверно будем готовить снимать как мы готовим не знаю наверно поделим это видео на несколько частей наверно выложим просто трекинг наш как мы типа идем готовку выложим на пряд ли мы будем снимать как мы будем очень лень за на самом деле снимать очень ли мы уже базарим 15 ну на самом деле да снимать лениво когда идешь блин так лень себя заставить что-то достать эту камеру. И мы решили, что вообще, когда ты снимаешь в походе, камера крадет волшебство какое-то. Да, когда мы ходили в Швецию, у нас все время там, не знаю, на нас выходили всякие животные. Все происходило супер-супер волшебно. Мы видели камень, который был абсолютно похож на ворона, застывшего в камне, как будто из сказки какой-то. А мы выложим фотку. Все вообще вот так происходило супер магически. А в Норвегии просто все время шел дождь. И не случалось никаких таких неожиданностей, которые бы реально позволяли поверить в то, что в мире, в мир полон вообще волшебства. И, наверное, волшебство боится камеры и убегает куда-то. Ну, мы снимаем для вас, ребят, так что вы вцениваете все-таки наши жертвы. Но, конечно, все время снимать в походе нам лениво и камеру доставать. Ну, не знаю, может, снимем кусочек какой-то еще, пока будем идти. Зато мы научились на своих ошибках, поняли, что с руки снимать очень-очень плохо. И у вас наверное вообще кружится голова, когда вы смотрите наши ролики, потому что там все летает. Хотя мне кажется, что я снимаю довольно-таки ровно. Но на самом деле получается, что нет. Особенно, если раскрыт на большой экран. И, в общем, да, вчера мы себе заказали штатив такой, типа монопод. Называется селфи монопод, чтобы можно было, чтобы Вова сам мог на руке вытянуть камеру и снимать себя. Ну, нет, у меня есть ты. Ты мой оператор. Ну, все равно это будет как бы эту трясучку убирать и будет стабилизировать изображение. Ну да, со штативчиком, конечно, полегче. Вот. Да, идем, наслаждаемся болотами. Уже не знаю, сколько мы шли. Минут сорок, наверное. Идем дико медленно. Все время хотим болтать. Ну да, вот вам рассказываю. Полчаса уже. Какую-то ерунду ни о чем. Да. Ходите на болото, ребят. Это интересно. Это такое, знаете, эпическое место. У меня все эпическое, вы, наверное, заметили. Потому что ты эпический скандинав, как тебе сказали, не забывай. Да, спасибо, спасибо. В общем, да. Ну, со всякой мифологией связано. Не знаю. Я лично люблю мифологию. Мне интересно. И мне нравятся вот какие-то места населять в своей голове какими-то мифическими существами. С болотами уж точно связана куча всяких преданий, историй. Там, не знаю, болотные огни, которые там горят по ночам на болотах и манят путников в трясину. Они там проваливаются. На самом деле, болотные огни это реально существующая вещь. Газы выходят из болота и фосфорицируют, короче, во тьме. И создают такие маленькие огоньки. На кладбищах они тоже есть. От гниения, короче, в почве они выходят, газы, и немного светятся в ночи. И, видимо, в древние времена люди шли на эти огни и проваливались в какие-то трясины, болота. Вот. Ну, так довольно стрёмно, конечно. Да. Ну, не знаю, что там. Вообще, в наше время, по-моему, тоже гибнут на болотах люди. Не знаю, что они вообще прутся прям в топ какой-то. Это какие-то эти собиратели ягод, клюквы собирают и тонут. Я когда была ребёнком, всегда были какие-то страшные истории про болото. Там, например, у меня у подружки во дворе пропал дядя, и когда они пошли к какой-то гадалке, гадалка сказала, что она, что этот дядя наверняка, типа, в болоте, типа, мёртвый. Жесть. И так было практически со всеми, кто когда-то ходил к каким-то гадалкам и спрашивал, или к бабкам, там, не знаю, есть там разница или нет, спрашивал, куда там пропал человек. Они всегда отвечают на болоте. Не ходите к бабкам, к гадалкам, всё это херня, короче. Ходите на болото, топните. Ничего с вами не будет, не потонете. Конечно, надо уметь ходить по болоту, типа, не так просто. Я пошёл по болоту, провалился и утонул. Надо умеючи, надо со слегой, если вы идёте по болоту. Мы идём не по болоту, мы идём по краю болота, с обоих сторон, с этой стороны у нас болото, и с этой стороны у нас болото до горизонта. А здесь проложена такая тропа, короче, спецовая. Потом покажем, как она размечена. Типа, её недавно разметили, мы сегодня, ну, второй раз уже идём по размеченной тропе, до этого она была не помечена. Ну, это значит, что в Латвии туризм как-то развивается, и о туристах заботится. Вообще, тропа позиционируется изначально как тропа для велотуристов. Да, ну, почему-то в Латвии больше любят велотуризм, про трекинговый туризм как-то. Ну, всё равно, то, что для вела, то и для трекингового тоже подойдёт. Никаких здесь, знаете, иногда бывает, что размечена тропа, там, типа, официальная тропа, и ты идёшь, и ты идёшь как по парку, реально. Какие-то скамейки, какая-то херня, не знаю, какой-то мусорник там стоит, не знаю. Ну, мусорник, понятно, там, выкидывать какие-то вещи, ну, не знаю, какие-то скамеечки, там, тебе какие-то плакаты висят на тропе. Ну, блин, ребят, это несерьёзно, это неинтересно, ты как будто бы не в поход пошёл, а к своей бабушке, блин, через парк. А здесь вот реально хорошо сделали, ничто тебе не напоминает о человеческом присутствии, только меточки на деревьях, которые не позволяют неопытному туристу заблудиться. Ну, мы, конечно, потом сойдём с этой тропы и пойдём дальше. уж мы не будем стоять на тропе. Хотя людей здесь я не вижу. Да, людей здесь как-то не очень. В начале были грибники, всякие бабушки. Короче, да, такое мифическое, мистическое место, очень прикольное. А, ещё, ещё я хотел рассказать. Многие думают, что, короче, вот про мифологию, короче, тема, раз уж мы затронули, многие думают, что кикиморы живут на болотах, что, типа, кикимора – это болотный дух. На самом деле это не так. Кикимора живёт в домах. Это, ну, в славянской мифологии это дух домашний, злой дух, который вредит там хозяйкам, там, портит молоко, не знаю, как-то мешает скотине спать, не знаю, мучает людей по ночам. Это домашний дух. Он живёт в подполе, под полом дома. А болот его поселил, не знаю кто. Наверное, Владимир Высоцкий, у которого в заколдованных болотах кикиморы живут. на самом деле в болотах кикиморы не живут. Вот. И мы опять говорим, как будто бы, блин, реально все мифические существования существуют. Да. Медвежий сад. Напиток из медвежьего сада. Ну, короче, да. Не знаю, нам так нравится. А что ещё хотел рассказать? Я вот ботинки плохие надела сегодня. Да. Обула какие-то простые кроссовки, даже не то, чтобы спортивные, но я просто оставила в другом доме нашем свои трекинговые обе пары и очень пожалела об этом. Короче, не ходите в какую-то неприспособленную обувь, даже если у вас какой-то самый лёгкий поход. Не надо портить свои ноги и страдать. Если у вас, конечно, есть спецовые обувь. Сейчас можно купить даже за дешман. Даже за дешман можно приобрести себе ботинки и не париться. Тем более, они служат довольно-таки долго. Да. Особенно, если ты девочка. Вот так. Ну, по ту сторону крана, наверное, никто не девочка. Обязательно кто-нибудь есть. Катя. Катя, привет. Короче, да. Кстати, Катя к нам может завтра посоединиться. Не знаю, завтра к нам люди приходят. Сегодня мы идем вдвоем, готовим, снимаем, а завтра к нам приходят люди. И мы записываем трек. Да, мы записываем для них маршрутный трек, короче, на GPS-ку записывается. Посмотрим, вдруг запишется, и тогда мы им пошлем, и они завтра сами прибегут к нам. Мы верим в их силы, надеемся, что они не потонут в болоте по дороге. И завтра будем уже с людьми тусоваться. А идем мы, короче, забыл, куда мы идем. Мы не просто идем по болоту, там типа, короче, топаем по болоту просто так. Мы идем на озеро, на лесное озеро, очень прикольное такое, торфяное. Идем мы, на самом деле, час 05, хотя, ну, в принципе, именно с начала леса, до этого мы шли еще с поезда, до этого мы шли с автобуса на поезд, а перед этим из дома на автобус. Но мы все время останавливаемся, тупим, сидим, болтаем. Короче, наслаждаемся походом. Поход выходного дня это, блин, вам не спортивный. Поход, где нужно угробиться, пройти 100 тысяч километров и сдохнуть. Наша цель куда благороднее. Наша цель поесть, приготовить, потом снять для вас, чтобы вы слюни попускали дома и сказали, блин, нафига он все это прет с собой и готовит. Да, блин, потому что в лесу круто готовить, потому что вкусно выходит. И, блин, можно жрать реально не только тушенку, блин. Да, например, в этой трассе у нас нет тушенка. У нас сегодня нет тушенка, у нас полноценный шмат мяса. Мы дома так не едим. Мы дома часто едим тушенку. Да. Потому что я люблю консервированные продукты. Вот биологи, нам нужны вообще зрители-биологи, биологи, скажите, что со мной. Врачи. Ладно, врачи, скажите, что со мной, почему я все время хочу консервированные продукты кушать. Скажешь, что ты беременна. И нет, это не так. Короче, да, ну не знаю, тебе наружу какое-то железо, цинка не хватает. Цинка, наверное, они же оцинкованы внутри. Ну, это так, предположение, вдруг кто-то действительно знает. Снимем, может, эти мосточки еще сейчас, дойдем до них. Ну, это так, тропа идет. Тропа такая, не по болоту, разумеется. Короче, вот эти мосточки. Очень такие прочные, цивильные мосточки, которые вроде бы подарил Латвии король Швеции. Потому что эти болота какие-то очень ценные для экосистемы мировой. Тут гнездятся всякие прикольные, редкие птицы, живут редкие звери, всякие присмыкающиеся, тоже редкие живут. Ну, и вообще, это одно из самых больших болот в Европе. И, видимо, король Швеции решил, что он любит болото и, не знаю, послал нам эти мостки. Спасибо тебе, король. Мы, конечно, не твои вассалы, но спасибо. Короче, да, спасибо за мостки. Мостки прикольные, не надо мочить башмаки, когда идешь по болоту. Давай теперь расскажем, как помечена тропа. Потому что тропу пометили в этом году. И мы очень рады, что ее пометили. Потому что, почему мы рады? Потому что неопытный турист, он ведь, блин, дорогу, вы видите, да, дорога огромная, сбиться с нее, фиг собьешься. Но неопытный турист, он все время норовит куда-то свернуть и попасть в беду. И вот для таких людей национальный парк Кемери. Наверное, это Кемерский, наверное, национальный парк. Нет, я точно не знаю. Мне кажется, что, наверное, Кемерский. Вот, пометил тропу таким вот макаром. Вы, наверное, уже видели, мы в Швеции показывали, как метят тропы в Швеции. Там такая красная... Норвегия. А, блин. Ну, в Швеции метят так же, как в Норвегии. Собственно, нет ошибки. В моих словах метят красной буквой Т. Рисуют ее на камнях и на деревьях. Ну, повсюду рисуют, короче. А у нас вот по деревьям рисуют такие вот метки ставят. Кстати, непонятно, откуда вообще этот знак, что он означает. Потому что могли бы тоже использовать эту букву Т, потому что она какая-то универсальная. Она как и тропа. По русски, допустим, слово тропа. Тропа, понимаешь? Трейл или... По английски. Да, по-английски. По-латышски тоже така. Така тоже по-латышски, да. Ну, буква Т, по-моему, реально универсальная чем-то. Потому что часто еще вот эти штуки делают на березах. Может быть, там будет какое-то видео с предыдущего раза. Короче, да, рисуют на березах, да. И тогда не видно, блин. Потому что белая. А желтая на белом как-то не видно, блеклая, короче. И можно не заметить. Это вам вот, ребята, из Кемерского национального парка на заметку, что можно не заметить на березе. Рисуйте только на соснах. Короче, пойдем мы дальше, чтобы не засиживаться, не просиживать штаны, чтобы дойти до света, заготовить дров и уже готовить еду и снимать для вас. Может, снимем еще сейчас, как будем идти. Потому что видео что-то вышло огромное, походу. Пошли.